На Украине сегодня отметили новый праздник. День защитника страны, перенесенный год назад с 23 февраля на 14 октября, впервые отпраздновали на государственном уровне. Активисты радикальных движений, в том числе и запрещенного в России правого сектора, прошли сегодня по улицам Киева. А участников украинской повстанческой армии чествовали как настоящих героев. Репортаж Ольги Князевой. Михайловский злодоверхий собор в Киеве в окружении символики украинских националистов. Несколько сотен стягов, десятки плакатов и лозунги, которые неизменно ассоциируются с агрессией и экстремистскими настроениями. Волоклавы, пиротехнику, ножи. Эти люри сдали при входе на площадь. Милиция работает в усиленном режиме. Во время шествия взорвали несколько петард. Все это теперь издержки нового украинского праздника. День защитника Отечества Петр Порошенко перенес с 23 февраля на 14 октября дату создания украинской повстанческой армии. И тем самым дал повод лишний раз напомнить о себе ее последователям, запрещенной в России организации «Правый сектор». День создания украинской повстанческой армии теперь официальный выходной на Украине. Возможно, поэтому с обстанной правой сектором положено гораздо больше народу. По представительному оценку по улицам сейчас проходит около 10 тысяч человек. В этом году здесь больше молодежи. Есть школьники. Марш, посвященный героям УПА. Одно из самых беспощадных организаций украинских националистов. Такими темпами может стать делом народным. Именно так охарактеризовал новый День защитника Отечества президент. Кадры из Одессы. Подростки в балаклавах устроили факельное шествие. Выкрикивают лозунги, из которых почти два года назад начинался второй Майдан. Слава Украине! Героям слава! А это Львов. Националистов в рамках праздника сегодня снова честовали наравне с ветеранами Великой Отечественной войны. Все они герои, повстанцы, которые полегли в 29-м году, которые воевали за Украину. И наши парни, которые отдали свои жизни на Майдане за Украину. Пусть наша Украина будет счастливой, единой, богатой за все самое лучшее. Слава Украине! И как будто не было чудовищной волынской резни в 43-м, когда члены УПА не просто убивали, вырезали украинских поляков, не было списка из 135 зверских пыток, отправивших на тот свет десятки тысяч человек, среди которых и дети. На идеологии, которая изначально создавалась, чтобы оправдывать массовые убийства. Сегодня частично строится патриотическая концепция воспитания украинской молодежи. И это очень удобно, объясняют историки. Вот эти вот новые праздники, в условиях, когда праздновать, честно говоря, нечего, это, может быть, не самое удачное, но все-таки один из последних оставшихся еще рычагов во власти влиять на общество. Буквально на днях президент Украины утвердил стратегию патриотического воспитания на ближайшие 4 года. Да, националисты УПА в числе тех, кого в школах и вузах следует преподносить как героев. И судя по отделам канцелярских товаров в Киеве, такими же героями считаются и их последователи. У меня в руках наглядный пример, на каких героях будет строиться новая президентская стратегия воспитания украинской молодежи. Две тетради на обложке одной, один из идеологов украинской повстанческой армии Степан Бандера, но другой руководитель запрещенной в России организации. Правый сектор в магазине нам объяснили, это лимитированная праздничная серия. Ко дню защитника Отечества. А это другая обложка. Одно из книг с документальными фотографиями зверств УПА. Черно-белые свидетельства страшных расправ едва ли обнаружатся в украинских учебниках истории. О них не расскажут по местным телеканалам. Зато об этих страницах истории отлично знают в Польше. В прошлом году, когда Порошенко только объявила о новом празднике, поляки по всей стране пикетировали дипломатические представительства Украины, требовали прекратить героизацию националистов. Киевские власти, похоже, не задумываются о неоднозначной исторической оценке тех личностей, которых теперь героизируют. Но вот это фото с сегодняшнего марша героев, кажется, все ставит на свои места. Ольга Князева, Анна Ток, Наталья Литовка, Первый канал, Киев.